всем привет в эфире минская java комьюнити сегодня мы с вами поговорим об аннотациях так или иначе все мы их с вами использовали явно ли не явно стоило ли нам применить наследование или реализовать интерфейс я говорю об аннотации overwrite с приходом 8 java мы начали использовать функциональные интерфейсы и для того чтобы создать свои функции или сапплайеры мы использовали аннотацию functional интерфейс но задумывались ли вы о том как и кто использует эти аннотации и сейчас мы посмотрим из чего состоит аннотация объявление аннотации выглядит очень схожи как с объявлением интерфейсом помимо этого мы должны еще добавить дополнительные аннотации к нашей аннотации это основные три аннотации documented retention и target все они означают следующие вещи документ это означает то что наша аннотация будет присутствовать в java.doc retention означает жизненный цикл аннотации аннотация может быть использована на стадии компиляции кода аннотация может быть использована во время выполнения приложения пример жизненного цикла на стадии компиляции это популярный библиотека ламбок и также target это область применения мы можем применять аннотацию на классе на методе или на поле рассмотрим пример аннотации из сервис api как вы видите наши аннотации метро различные параметры аннотации которые не обязательны помечаются дефолтовым значением помимо простых примитивных типов или срок мы можем добавлять аннотации в аннотации то есть объединять их группу для этого нам нужно сделать аннотацию контейнер и саму аннотацию которой необходимо придать их значений в переходном 8 java у нас появляется дополнительная функциональность под названием репитабл мы можем и lengть аннотации не используя аннотацию контейнер давайте рассмотрим подробнее о параметре аннотации параметры могут бывает обязательные и необязательные не обязательным параметры мы помечаем дефолтовым значением рассмотрим поподробнее параметры которые мы можем передать в аннотацию. Параметры бывают обязательными и необязательными. Для создания необязательного параметра мы добавляем ключевое слово default и значение по умолчанию. Рассмотрим небольшой пример наших кастомных аннотаций и как мы их можем использовать. Я вам предложу рассмотреть пример валидации объектов. Допустим, мы хотим сделать структуру подобную представленной. У нас есть класс Person, есть класс Address. Мы хотим проверять значение наших полей, при этом не имея какой-либо привязки к структуре наших классов. Для начала нам нужно описать общее поведение. Мы будем проверять просто объекты без привязки к классу. Получать мы будем какой-то результат валидации. Результат валидации – это список поломанных полей. Само поломанное поле содержит в себе информацию имени поля, его значению и какие-то еще дополнительные аргументы, а также имя правила, которое было нарушено. Отсюда мы уже видим, что нам необходимо создать дополнительный интерфейс, который бы отвечал именно за валидацию конкретного поля. Также мы будем создавать наши аннотации. Мы добавим аннотацию, которая будет заряжать информацию о максимальной длине, о минимальной длине. Аннотация, которая будет определять, что поле должно быть чем-то заполнено. И интересная аннотация, которая будет заряжать себе паттерн для валидации имейла. Это все аннотации, которые мы будем добавлять именно на поля. Но там также необходимо добавить аннотацию, которая бы помечала наш класс и позволяла нам его использовать в нашем валидаторе. Какая будет логика нашей проверки? Логика будет очень простая. Мы будем получать объект, будем брать его класс. Используя Java Reflection API, мы будем брать у класса объявленные поля. Используя массив фолей, мы можем в фоличе проходить и проверять каждое поле. Давайте посмотрим, как это выглядит в коде. Рассмотрим наш валидатор. Наш валидатор делает очень простую логику. Он принимает объект и возвращает какой-то validation result. Мы с вами знаем, что у нас есть определенный набор аннотаций, которые мы поддерживаем. Поэтому для простоты работы мы добавим эти аннотации через конструктор, чтобы мы могли динамически расширять нашу функциональность. После того, как мы объявили и передали наши валидаторы, мы сможем проверять наш объект. Первонаперно мы проверим, что мы передали не null. Иначе нам нечего будет проверять. После этого мы берем класс и смотрим, есть ли у нашего класса аннотация, который позволит понять, что это наш объект. После этого мы берем все поля и в цикле проверяем каждое из них. Мы будем использовать здесь Reflection API для того, чтобы установить флаг доступности поля, так как зачастую все наши поля имеют модификатор доступа Private или Protected. После этого, используя Stream API, мы будем проходиться по каждому полю и проверять, помечено ли поле нашей аннотации. После этого брать необходимый валидатор и валидировать поле, используя конкретный валидатор. Отфильтровывать результат и собирать его в список. Тем самым мы получаем с вами конечный результат ошибок всех полей. Рассмотрим простой пример валидации имейла. Мы знаем, что имейл – это строка. Поэтому первым делом мы проверим то, что наш класс, тип нашего поля – это строка. После этого мы с вами будем брать аннотацию, брать из нее аргумент, который мы передали, а именно паттерн имейла, компилить его и дальше проверять поле. Используя Reflection API, мы будем брать значение конкретного поля, проверять, что оно заполнено и оно не пустое. И затем проверять его на наш паттерн. В случае, если наш паттерн возвращает false и значение не соответствует имейлу, мы возвращаем результат валидации, как испорченное поле. А иначе возвращаем простонал. Рассмотрим это на тестах. Простой тест о том, что у нас должен быть логин длиной больше, чем 6 символов. От 6 до 12. В данном тесте у нас логин состоит из 3 символов. Проверим то, что валидатор возвращает нам сломанное поле. Сломанное поле под названием логин. Нарушена правила минимальная длина и значение из результата. Замечательно, все работает. Пишите в комментариях, как вы думаете, где бы еще пригодилось использовать аннотации. Ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующий раз. Вот концовка вообще в огне.